С вами Азбука Инвестора, я Наталья Спицына. Здравствуйте! Тема этой программы – маржинальная торговля деривативами. Финансовый инструмент называется производным или деривативом, если его стоимость зависит от цены некоторого базисного актива – товара, валюты, акций, облигаций. Процентные ставки, фондовые индексы, температуры или иного количественного показателя. Риски, связанные с торговлей деривативами, зависят от того, что происходит с базовым активом. Если расчетная цена производного финансового инструмента основывается на наличной цене товара, то риски, связанные с этим деривативом, будут изменяться вместе со стоимостью данного товара. Возможность зарабатывать большие деньги на торговле производными финансовыми инструментами привлекает большое количество трейдеров на срочный рынок. Очень заманчивым моментом здесь является то, что клиринговая палата совместно с биржей, в интересах которой она действует, устанавливает уровень гарантийного депозита для торгуемых на бирже контрактов или так называемую первоначальную маржу на весьма небольшом уровне. Обычно она составляет 5-10% стоимости контракта. Величина первоначальной маржи рассчитывается так, чтобы она покрывала максимально допустимые регулятором дневное колебание цены. Обычный размер депозитной маржи увеличивается по мере приближения к дате поставки. Первоначальные маржинальные платежи довольно малы по сравнению со стоимостью базового контракта. Это позволяет при относительно небольшом вложении средств открывать позиции с большими плечами, что чрезвычайно привлекательно для опытных инвесторов. В целях определения размера первоначальной маржи биржи применяют различные статистические и аналитические методы и модели. Фьючерсные контракты ежедневно переоцениваются по рыночной цене, то есть их стоимость определяется с использованием расчетной цены в конце каждого биржевого дня. В результате стоимость контракта может как расти, так и падать, то есть появляется прибыль или убыток. Прибыль и убытки ежедневно относятся на счета контрагентов в клиринговой палате. Прибыль можно снимать со счета, но если возникают убытки, то для их покрытия придется вносить дополнительную маржу, называемую вариационной. Ее внесение позволяет поддерживать размер гарантийного депозита на постоянном уровне. Если вариационную маржу не вносить, то позиция будет закрыта, как только убыток достичь от размера первоначальной маржи. Наш эксперт Николай Салабута, портфельный менеджер инвестиционной компании «Финам». Николай, скажите, чем отличается маржинальная торговля деривативами от маржинальной торговли акциями? Когда вы пользуетесь маржинальным кредитованием, вы покупаете акции сначала на свои деньги, а потом еще берете у брокеров займы и на них снова покупаете. Отсюда получается, что у вас появляется задолженность перед брокером, и количество акций у вас увеличивается. Когда вы совершаете аналогичную по финансовому результату сделку, но на срочной рынке, то в этом случае у вас не появляется никакой задолженности, а вы все равно работаете в рамках только собственных средств. Это получается из-за того, что вы за актив платите не всю стоимость его, не все 100% его стоимости, а только часть его стоимости, так сказать, маржу за обеспечение, мы говорим. И вот эта маржа обеспечения по сделке, она колеблется от 10 до 15% от суммы сделки. Таким образом, если вы покупаете в 7 раз больше, чем нежели есть у вас на счету денег, то в обеспечение уходят только все ваши деньги. Никаких больше каких-то долговых обязательств не возникает. И, соответственно, платить за взятые взаймы деньги тоже не нужно. Как можно минимизировать возможные негативные последствия при торговле деривативами? Мы понимаем то, что производные инструменты несут в себе риск из-за того, что подчас плечо достигает десятикратного размера собственного счета. И мы можем потерять свой счет буквально в течение дня. Отсюда мы должны как-то определенно осторожничать, может быть, так в этом вопросе говорить. Но я бы сказал, что осторожность осторожностью, но лучше всего придерживаться своей стратегии, своего торгового метода. Поскольку там уже все риски просчитаны, и нам труднее будет потерять свой счет, нам, скорее всего, будет проще заработать. Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий. И хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же являются очень сложными. Однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. А выгоды для профессионалов очевидны. Так, например, германская биржа Юрокс 23 апреля запустит фьючерс на индекс, в который будут входить акции 15 самых ликвидных депозитарных расписок российских компаний, торгующихся в Лондоне. Сам индекс начнет рассчитываться с марта на Венской фондовой бирже. Одновременно с фьючерсом будут запущены и другие российские инструменты, опционы на ценные бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Норильского никеля» и «Сургутнефтегаза». Кроме того, на каждую из 15 депозитарных расписок будут запущены свои фьючерсы. Юрокс уже третья европейская биржа, которая в последние полгода заявила о намерении запустить фьючерсы на бумаге российских компаний. С вами была Наталья Спицына. Спонсоры показа – некоммерческое партнерство фондовой биржи РТС и ЗАО «Финал». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин